всем привет сейчас я хочу снять видео которое давно хотела снять оно не всем интересно поэтому не особо есть желание это снимать но все равно есть подписчики которым которые очень любят растения домашние которым интересно что же у меня растет мне само интересно смотреть такие ролики когда люди показывают что у них на подоконнике сколько как она называется и как она вообще живет короче здесь у меня это эту клетку я уже выбросила эта клетка это поддон от клетки в которой жили девочки наши бусинка тире и куки но клетку мы сразу перестроили а поддон у меня сразу пошел на нужное дело его приспособила в нем очень классно растут гимна к лицу который цветет вот пока я собралась снимать он закрыл цветы целый букет три цветка растет на нем она сейчас как-то костя говорил если сделать так он будет фокусировать именно тут ну откройся же ты ну что же это такое он уже в этом году отцвел наверное штук 10 цветов у меня цвело и то есть вместе с этими 13 отчеты переключился на другой цвет окей я сказала этот снимаем сейчас ну покажи что там у тебя внутри сейчас чуть-чуть приближу покажу как камера очень четко снимает макро и очень сложно вообще новой камерой работать потому что у меня постоянно ну вот мне постоянно хочется переключить то что ж такое ну вот короче ладно не буду мучить его уже постоянно хочется снимать не камерой у него просто глаз получается сбоку и открывается монитор отдельно и мне хочется снимать как на тот фотоаппарат чтобы монитор был по центру и типа типа глаз камеры перед монитором короче кому это надо снимаем дальше это у нас каменная роза или ну это в каменная роза вообще-то называется эхиверия она тоже прекрасно цвела в этом году обычно цветет вот этот как это назвать это растение это главное растение это все его детки в этом году цвело это растение это у нас ребуте второе название я не помню ребуте много разных видов у меня вот две ребуте они тоже очень классно цвели в этом году я поздно собралась снимать это видео поэтому вот остался последний цветочек что же попытаемся на нем сфокусироваться как-то ну вот так классно да вот он именно вот такого апельсинового цвета как сейчас на камере прекрасный вообще цветок но обычно они крупные крупнее чем этот мы просто уже кактусы устали но продолжают цвести вот здесь у меня ребуте я я покажу поближе потому что хочу про нее еще кое-что рассказать это вот какая должна быть ребуте я то есть это один вид ребуте и пушистик кстати покажем какой пушистик какие колючки мягенькие мягенькие как у зубной щетки даже мягче мягенькие такие я я знаю камера передастся звук я прошу прощения за звук потому что я пытаюсь постоянно говорить ближе к камере и потом получится бубнение какое-то потому что она очень чувствительна к звукам а я привыкла говорить кто и ближе и короче нужно переучиваться полностью вот такая должна быть ребуте у нее должны быть все макушечки вот так вот внутрь забыла как это все называется я даже это все изучала у меня книга есть по кактусам короче вот эта макушка она должна быть утоплена а не торчать это показывает что кактусу достаточно света и он растет прекрасно вот его детки это вот маленький совсем он тоже цветет но он цветет красным цветом я может быть найду старое видео где он цветет все там показаны фотографии и вставлю в конце дам ссылочку короче вот такой вот прикуп прекрасное растение всего вставлю обратно а это у меня стопили агренди флора тоже найду про нее свое видео из вставлю в конце потому что в этом году она уже но она вроде собирается еще цвести но пока она отсвела ну что пойдем дальше пойдем смотрим что у нас на балконе я почти все вынесла на балкон нет сначала я расскажу об этом красавцы это у нас цериус монстроидный цериус идет от латинского слова свеча то есть как тут должен расти просто просто вверх палкой это у нас цериус монстроидный потому что все его макушки абсолютно каждая его макушка рано или поздно раздваивается расстраивается и даже вот распятерняется если можно так сказать этот кактус любит огромные вазоны в маленьких вазонах он просто перестает расти просто перестает развиваться стоит на месте и может сдохнуть поэтому я пересадила вот в такой огромный вазон если это можно назвать вазоном тут я разные надписи подобавляла вода эмульсионкой это вообще ведро строительное ведро вот так вот здесь у меня гуэрния или хуэрния как по-английски пишется знаю или по-латински по-русски два варианта произношения он цветет красивыми фиолетовыми колокольчиками но он у меня давно не цветет потому что я мало уделяю ему времени теперь я рассказывала про ребучию в спальне которая цветет красным показываю что сотворила сделала я вот такой вот проект вот такого вот монстра дело было зимой было очень скучно зимой холодно и в это время вообще никаких таких работ не производят никогда обычно но короче я взяла отрубила ребуте верхушку вот прям вот так вот дела и кусочек сантиметра на 23 но он был потолще отрезала аккуратненько канцелярским ножом внизу у нас и хинопсис обыкновенный ему я отрезала верхушку поставила ребучию сверху примотала через недели две размотала и ребуте уже точно в нем держалась таких размеров она достигает обычно лет через десять но в нашем случае она достигла такого размера за три года то есть на хинопсисе у нее очень прекрасное самочувствие много сил он ей дает но есть один минус она вообще не цветет вообще не цветет и она настолько быстро растет что у нее все верхушки вырянуты если вы уже заметили вот такой вот мой осьминожка эта верхушка от кактуса я пытаюсь спасти как-то свой кактус поэтому отрезала верхушку и всунула в землю я надеюсь что я спасу его потому что вот его низ вот здесь его обрезала вроде бы прочное растение но она начала просто все вот эти вот стебли нижние просто начали отпадать не засыхая просто брать и отпадать поэтому эпохи подиум которому он у меня 4 года я его купил он тоже был маленький вот такой вот здесь у меня два несчастных адениума что у меня не так складывается с адениумами кто знает как спастись от от этих от счетовок напишите чем вы спасаетесь что лучше всего подойдет потому что периодически на адениумах появляются счетовки и алоэ у не очень больно счетовками но его скорее всего просто выброшу и не буду больше париться здесь у меня посажена пшеничка для мышек жду всхода куда появится красивая травка поставлю мышками буду снимать их реакцию еще кому интересно в этом году я пыталась вырастить хавоздику китайскую она очень классно поначалу пошла все замечательно пошло а потом у меня был завелся паутинный клещ и на этом все закончилось вот такие вот дела и зика кактусы зика кактусы 1 2 в этом в зоне 2 здесь 1 здесь еще один то есть четвертый здесь 5 и здесь 6 я их пока пересаживала спасала зимой не у меня очень болели я запуталась где какой половина из них сдохла поэтому это же знаю кто чем таким цветом будет свести и дошли мы до этого кактуса на котором я хотела сказать что все-таки он выжил у меня вторая таблетка ремонт 1 помогла ремонт 1 это противовирусная человеческая очень дешевая можно купить в любой аптеке растворяете одну таблетку на кое-то количество воды обрызгиваете его где-то дня три достаточно обрызгиваете и поливаете но так чтобы он не сильно загнил не сильно много поливаете ну в принципе тут уже что лучше либо чтобы он сдох от вируса либо что призванил в общем я рискнула залила его конкретно и он не сдох и хочу показать еще что у нас на кухне здесь кстати вот мы не мы а костя он поднял все провода наверх вот допрыгнуть до них ну сложно да и смысл ну то есть стать на задние лапы даже самая большая крыса если станет на задние лапы вот здесь провода то есть это где-то сантиметров 30 наверно от пола будет даже неудобно грызть поэтому не достанет она короче в общем проводов у нас больше на полу нету и быстренько сейчас по растениях на кухне хавортия бедненькая несчастенькая хавортия у меня на растения не хватает времени поэтому они у меня страдают эхиверия поначалу у меня было очень много растений я жалев что я не снимала раньше и у меня мало фотографий от них осталось у меня было очень много разных кактусов и суккулентов сейчас я это число снизила просто до минимума аквариум остался у нас один и чтобы в нем я не могла ничего завести я решила пересадить туда цветы не помню как он называется постоянно забываю но он растет у меня тоже неправильно вообще он у меня уже очень давно и очень с маленького кактусеныша наверное он у меня лет 15 уже если не больше но растет он неправильно ну как бы девочки в 12 лет подарили кактус и как бы рос как роз зимы у нас темные бывают пасмурно по очень долго нужно его освещивать ну дольше делать ему дни ну короче короче я ничего не делала просто растет да и растет мамилярия моя любимая прекрасное прекрасное растение дала в прошлом году троих деток вот они за год уже какие выросли цветет тоже прекрасно это мой любимчик его мне подарил костя вот и три назад интересно очень мамилярия у нее так интересно колючки растут как бы в виде капельки очертания у них то есть вот каждый орел колючек внутри 5 темных колючек орел колючек как бы как капелькой такой перевернутый еще очень интересное растение не в восторге от него это стапелия тоже у меня она еще не цвела у моей мамы она цвела у моей мамы условия и подошли хотя живем мы две остановки друг от друга а нет одну вру одну остановку друг от друга ну что-то и моей мамы понравилось а у меня нет в общем вообще отдалюсь немножко тем вообще мои растения они мне по много-много лет уже по 10 по 12 по 15 в этой квартире я живу только ну почти 6 лет вот с тех пор как мы с костью поженились уже почти 6 лет и я переехала со своими кактусами всеми сюда какие-то кактусы начали расти здесь как сумасшедшие какие-то здесь погибли я вообще вот не понимаю то есть я переехала с одной остановки на другую пять минут ходьбы окна повернуты в ту же сторону я не знаю почему так материалы здания или или что хозяйка тоже осталось но для меня это загадка вот почему такое происходит с растениями я потеряла многие растения некоторые мне пришлось искать новый дом срочно потому что они просто гибли и какие-то начали расти просто как сумасшедшие но вот этот он хор он очень вырос он вырос два раза за шесть лет я смотрела фотографии его как только мы что въехали тоже фотографировал свои растения они очень сильно изменились это у нас макушка целиуса которая не хотела раздваивается я ее обрезала всунула в землю и он уже пустил корни и будем смотреть что с ним будет дальше а здесь я сама посадила туйку из косточки этой тайки уже полтора года я посадила не одну косточку конечно несколько у меня было только шесть штук все уже умерли кроме одной просто вот они растут растут прекрасно растут зеленые красивые листья тем ветки и потом она начинает резко желтеть хотя условия не меняются высаживать в таком раннем возрасте на улицу боюсь это точно сдохнет поэтому не высаживаю вот так вот и еще один момент хотела сказать забыла о нем еще в спальне то есть обычно кактусом советуют маленький вазончик то есть вообще по логике некоторых людей вот этот кактус должен расти вот примерно вот в таком вазончике вот у меня от крема баночка но примерно вот так и тогда он должен расти и цвести но он у меня растет на открытом грунте то есть так как он брос на улице в своих родных условиях и он растет прекрасно каменная роза то же самое ребутия то же самое я его несколько раз пересаживала в вазон в маленький он переставал цвести переставал расти гип пересаживала сюда опять все налаживалось поэтому у каждого кактуса все индивидуально даже возможно по его даже может быть один вид какие-то индивидуальные особенности не знаю ну короче гимна коллицем вовсе не обязательно выращивать маленьких вазонах главное чтобы этот вазон мог быстро просыхать потому что вот он очень низкий он должен быть низкий но она может быть абсолютно просторный спасибо что были со мной выслушали меня до конца всем пока пока